Всем привет! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам, почему я стараюсь не покупать фаст фэшн и покажу вам свои маленькие покупки из благотворительного магазина. Спасибо! Давайте приступим! Начнем с определения, что же такое фаст фэшн или быстрая мода. Это термин, используемый модными ритейлерами для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон. Ну вот примерами таких магазинов будут являться H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Uniqlo. Вот это все будет топ-шоп, будут являться примерами фаст фэшн или быстрой моды. Если мы сравним то, как было раньше и то, как было сейчас. Раньше считалось, что есть 4 сезона, то есть зима, лето, осень, весна. И вот одежда, которая выпускалась, она выпускалась вот для этих 4 сезонов. Все поменялось, по-моему, с маркой Zara. По-моему, они были одни из первых, которые стали выпускать не по одной коллекции в сезон, а по много коллекций в сезон. Чуть ли там не каждые 2 недели или каждый месяц появлялось что-то новое, ассортимент обновлялся. То, что не продавалось, выбрасывалось, сжигалось и до сих пор выбрасывается и сжигается. Сами вот эти огромные объемы производства, я думаю, вы понимаете, наносят огромный вред окружающей среде, водным ресурсам, наземным ресурсам. Выбрасываются различные токсичные или парниковые газы в атмосферу. Загрязняются, разрушаются места обитания морских животных. И появляются вот эти огромные, огромные свалки с одеждой, которую, может быть, одевали один или два раза. Раздействие текстильной промышленности на окружающую среду и тот вред, который она наносит окружающей среде, было одной из причин, почему я решила как-то ограничить покупки в таких магазинах, как H&M. Ну, а вторая причина эксплуатации труда женщин в странах третьего мира. Есть несколько документальных фильмов, посвященных этому. Я их название оставлю в описании к видео, которые я посмотрела, которые тоже определенно воздействовали на мое решение. Я не говорю вам о том, что я полностью отказалась от покупок в магазинах Fast Fashion. Просто потому, что я пока не представляю, как можно это сделать. А есть, конечно, есть более экологичные бренды, бренды, которые заботятся о справедливых условиях труда для своих работников, о влиянии их производства на окружающую среду, но обычно цены у этих брендов высокие. Очень высокие, они зачастую недоступны в нашей стране. Поэтому такие необходимые вещи, как нижнее белье, или одежда для спорта, или носки, вот эти чулочно-носочные изделия, у меня нет пока других вариантов, кроме как покупать их в таких магазинах, как H&M. Это доступно мне. У них неплохое качество, то есть обычно хлопковые изделия. И да, пока других альтернатив я не нашла. Плюс я периодически покупаю одежды у Uniqlo, потому что мне нравится их стилистика. Мне кажется, они чуть более экологичны. Не могу сказать, что это основано на каких-то фактических данных. Просто на моих ощущениях, наверное. Я поэтому для себя нашла немного другой вариант, чуть меньше хотя бы наносить вреда окружающей среде. Во-первых, я вообще стараюсь поменьше покупать вещей. Шоппинг для меня когда-то, да и до сих пор, является средством улучшения настроения. Если мне плохо, если у меня какой-то стресс, я знаю, что я могу походить по магазинам, настроение у меня улучшится, особенно если я что-то там себе куплю. Поэтому я стараюсь как бы иметь это в виду, знать, что у меня есть такие склонности, и принимать этого внимания. И возможно, когда мне захочется пойти и что-то купить, я либо могу просто походить и посмотреть, и такой window shopping определенный, либо просто заняться чем-то другим. Пойти на прогулку, я не знаю, съесть что-нибудь вкусное. В общем, как-то заменить эту деятельность на что-то другое. Во-вторых, если мне хочется что-то купить, прям очень-очень хочется, я даю себе время подумать, насколько мне действительно это важно. Вот не так давно я купила себе топ для спортзала в секции H&M спортивной одежды. У них неплохая, как мне кажется, спортивная одежда, и я дала себе какое-то время подумать, насколько мне это надо, потому что я решила, что у меня просто нет других особо вариантов, и я купила этот топ, который сделан в Бангладеше бедными женщинами, которые получают копейки за свою работу и сидят в этих душных, непроветруемых помещениях. Но пока, даже зная это все, я не знаю, как это заменить, как это поменять. Но что касается повседневной одежды, я периодически, если мне что-то нужно, хожу в магазины «Спасибо». Это питерские благотворительные магазины, в которых продается как бы поддержанная одежда, чья-то одежда, но часть этой одежды они бесплатно отдают нуждающимся, и часть денег с продаж той одежды, которую они продают, они отдают на благотворительность. То есть это магазин социального предпринимательства, почитайте, что это такое. Я уже когда-то на своем канале о нем говорила. То есть это необычный стандартный секонд-хенд. Я на самом деле никогда ничего в секонд-хендах не покупала, а вот в магазинах «Спасибо» покупала и мне нравится. Особенно я люблю, вот недавно я купила джинсы у них, которые я ношу, и которые просто отличного качества, такая плотная ткань. Но сегодня я хочу показать вам 4 вещи, которые я там недавно купила. Одна из них это вот этот вот топ, который стоил 440 рублей, но это хлопок, это очень такое хорошее, приятное качество, приятный на теле он. Мне нравится там быть. Если вы, и я, как раньше думала, секонд-хенды, это обычно что-то такое не очень чистое, там одежда вся свалена, нужно прям рыться искать, сама атмосфера в этих магазинах, ну, редко, так как это очень приятно. В то время как в магазинах «Спасибо» там действительно очень приятно, там играет музыка такая современная, плюс они продают и новые вещи, какие-то хендмейдовские вещи, экологичную косметику и книги. В общем, как-то там приятно находиться. Их контейнеры стоят по всему городу. Я сама, на самом деле, сдавала туда свою одежду, и это именно та причина, почему я решила вообще первый раз туда сходить, просто посмотреть, что же это такое. То, куда я сдаю свою одежду бесплатно. Вторая вещь, которую я купила, это вот футболка от H&M, такого классного баклажанового бордового цвета, обычная футболка, которая стоила 390 рублей. Она выглядит вообще фактически как новая, поэтому я очень-очень довольна тем, что я ее нашла. И следующие два предмета больше, такая деловая одежда, нарядная, ну, которую мне тоже, кажется, можно сделать более такой повседневной. Первый это вот такой топ, тоже от H&M, топ-рубашка, его можно как опустить на плечи, так и носить полностью, рукава такие не очень длинные, колокольчиком. И за этот топ я заплатила 490 рублей. И последняя находка, которой я очень-очень рада, это брюки от марки Anna Verdi. И это считается брендовая вещь, поэтому стоила она 1300 рублей. У них есть действительно брендовые вещи, которые, ну, чуть подороже стоят. И брюки для меня это вообще большая проблема, потому что у меня достаточно толстые, полные икры, мало какие деловые брюки, деловые такие штаны подходят на мои ноги. То есть обычно они их очень сильно обтягивают и собираются вот на икрах. Здесь очень широкие брюки, и они подходят даже на мои широкие полные икры. Плюс из того, что ткань на 18% шелк, она очень приятная, очень такая легкая, мягкая. В общем, я очень довольна. У меня брюк не было уже, наверное, года два. Я связалась с магазином Спасибо через Инстаграм-сообщение, спросила, обрабатывают ли они одежду перед продажей, то есть стирают ли ее. Они написали, что они обрабатывают ее паром, что, как я предполагаю, избавляют от бактерий, которые, возможно, могут быть в одежде. Но в любом случае лучше их постирать перед ноской. Так что я очень-очень хочу порекомендовать вам вообще поинтересоваться всей вот этой вот сферой fast fashion, решить для самих себя, насколько для вас это важно, хотели бы вы что-то поменять в своих покупках. И, возможно, в своем городе поискать что-то подобное. Есть также винтажные магазины, в них обычно получше качество и почательнее отбор, что ли, чем вот в стандартных секонд-хендах, как мы обычно их представляем, потому что, наверное, не в каждом городе есть что-то подобное. Магазинам Спасибо. Главное, что я хотела бы донести, наверное, через это видео, это то, что покупка поддержанных вещей — это неплохо. Наоборот, это очень хорошо, если вы хотите заботиться об окружающей среде, если вы не хотите создавать вот этих вот новых свалок, хотите уменьшить, наверное, чуть свой экологический след. Это не значит, что нужно, вот знаете, на 100% отказаться от всего и пойти жить в лес, там, не покупать вообще ничего нового, не покупать вообще ничего в H&M, просто более осознанно подходить к этому и по возможности постараться заменить это чем-то более экологичным. Даже вот элементарный пример. Мне, ну как, захотелось купить кое-какой учебник или книгу, и первым делом я решила поискать на Авито, может быть, кто-то продает поддержанную вот эту книгу, которую они уже использовали, которая в нормальном таком состоянии, не порвана, ничего. И я нашла такую книгу, и почему бы нет? Что с ней неправильного? Не все обязательно должно быть супер новым. Ну вот такое у меня получилось видео, я надеюсь, что оно вам было интересно, слэш полезно. Очень хотелось бы услышать от вас какой-то фидбэк, покупаете ли вы, поддержанные вещи, как вы вообще к этому относитесь, как вы относитесь к фаст-фэшн, слышали ли вы вообще об этом явлении. Ну у меня на сегодня все, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok